Всем привет! С вами канал ArtMoney. И сегодня я расскажу, как напоить ребенка во время температуры. Самый первый момент, который вы должны знать, то есть если ваш ребенок каждые 5 минут хотя бы будет выпивать по 1-2 чайные ложечки, то ему этого будет достаточно. Больше давать не надо, его просто вырвет. То есть в принципе этого достаточно. Но не каждый человек будет сидеть около ребенка, просчитывать каждые 5 минут и давать эту ложечку. С этим немножечко сложновато. И я вам расскажу свои варианты, с помощью которых во время болезни помогают нам. Первый, конечно, это обычный стакан. Он может выпить из самого стакана. Но они не особо хотят это обычно. Либо золотая ложечка вот такая вот у меня есть. Видно вам? Видно. То есть вы берете, естественно, ложечку, новенькую ложку, которая есть у вас. Именно чайную ложку. И рассказываете, конечно, про нее какую-то историю. Я, допустим, ребенку в этот раз, в последний раз, когда мы с ним болели, рассказала историю, что вот золотая ложечка пришла помочь. Вот она узнала, что малыш болеет. И пришла вот помочь. Вот нужно вот давай вот выпьем за маму, за папу, за бабу, за деду и так далее. И он чуть-чуть-чуть-чуть пьет. То есть, ну, вот такой вот вариант вообще прям шикарный. Вы можете купить ложечку, там, может быть, с этой стороны с мышкой какой-нибудь. Там что-нибудь, я не знаю, придумать. Там мышка сидит на ложечке, там, она к тебе пришла, чтобы тебе помочь. Давай там хотя бы вот там, если он выпьет, допустим, одну чайную ложечку давай. Ну, хотя бы вот две. Ну, ладно. Молодец. Обязательно хвалите. Обязательно. То есть, ну, и, конечно, вода должна быть у вас всегда свежая. Не наливайте здесь полный стакан, а уходит где-то половина стакана. Это будет нормально. Также бутылочка с соской. Вот такая бутылочка. Она есть у всех, в принципе. Вот. Я не стала ее выбрасывать, оставила. Честно говоря, она очень-очень помогает. Во-первых, ей можно воспользоваться, допустим, ночью. Вы пришли к ребенку. У него до сих пор температура. Вы можете ему в ротик ее засунуть. Он ее попьет. Как бы все супер. Он не подавится, ничего. То есть, такой момент можно, я делала. Вот так, ничего страшного. Вот. Также, допустим, он попробовал со стакана. Вы ему предлагаете, а попробуй отсюда. А вот тут я налила совершенно другую воду. Давай попробуем. Обязательно наливайте где-то половину. Не надо много. Он все не выпьет. Лучше лишний раз ее заново, хорошенечко помыть, чтобы на ней не было микробов. И, естественно, в воде, чтобы микробов не было. И снова налить свежую водичку. Давай попробуем отсюда. Открываете ему дается, он там хотя бы один-два глотка маленьких сделает. Ну, там пару капель хотя бы попало. Во время температуры это прямо шикарно. Вот. Я думаю, такая баночка есть у всех. Также, третий вариант. Это наша основная баночка, бутылочка. Здесь уже, то есть, большая дырочка, горлышко. Там где-то диаметре миллиметров 7-8. Где-то вот так вот. То есть, здесь вы знаете, что он выпьет побольше, чем, допустим, в этих. Ну, там ложечки, конечно, да, может быть, тоже. Вот. Вы предлагаете ему потом попробовать отсюда еще водичку. Что вот тут вот вода, вот здесь именно вода абсолютно другая. Совершенно. Потому что, ну, давай ее попробуем, давай ее распробуем. Это интересно. Там и даете ему. Ну, хотя бы он еще, если еще вдобавок глоток сделает отсюда, это будет тоже очень хорошо. То есть, вы представляете, уже целых 3 разных водички. То есть, он ложечку, там 2 ложечки, допустим, вы дали из стаканчика, да. Здесь он пару капелек попробовал, тут пару глотков. Хотя бы вот так вот. Через каждые там 5-10 минут ему, допустим, вот так вот давать. Это будет очень-очень хорошо. Также вы можете в конце у ребенка спросить, а где вода была вкуснее? И он так подумает еще. Там что, ты там так долго думаешь? Давай еще попробуешь. Давай ты отсюда еще раз попробуешь. Он, ну, давай, тянет ручку, да. Раз еще, там водичкой напоили. Вот. То есть, снова спросили, он, допустим, вот тут вкуснее. Ну, хорошо. Там 5-10 минут прошло, там, давай еще раз попробуем. Мне кажется, вода поменялась в бутылочке. Там, какая тебе вот эта понравилась? Давай с нее попробуем. Попробуем. Ну, как водичка, вкусная-вкусная? А вот здесь вот совершенно другая вода налита. А вот тут вот золотая ложечка. Она вот пришла тебе помочь. Она очень хочет тебе помочь. Давай, она пускай тебе поможет. Там берете этой ложечкой. Ой, ты какой молодец, там ты моя зайка. Короче, все в таком духе. И, конечно, у нас появилась недавно четвертая бутылочка. Ею, честно говоря, я еще не пользовалась. Но если у ребенка поднимется температура, я тоже буду пользоваться. Бывают, кстати, такие бутылочки нескольких вариантов. Бывает то, что здесь вот большая дырочка, а бывает очень маленькая. То есть, ну, допустим, если у вас ребенок абсолютно не хочет пить, можно еще взять вот такую бутылочку. Ну, ты не хочешь с этих, а вот эта вот бутылочка у нас новая. Мы с нее не пили. А давай попробуем. Там открыли, там тоже налили водичкой где-то вот так вот половиночку. Попробую. Здесь вот совсем другая. Вот я ее кипятила водичку там в другом чаничке каком-нибудь там, да? Там давай попробую ее. А какая она на вкус там что-нибудь? Ну, заговаривайте ребенка там что-нибудь такое. Вот. Несколько бутылочек, конечно, это хороший вариант. И очень хорошо, если вы найдете бутылочки абсолютно разные. То есть, не одинаковые, допустим, у вас 5 штук вот таких вот. Мне кажется, это не будет интересно ребенку пробовать, они все одинаковые. А здесь вот они вот именно вот они разные. Здесь, да, сосочка, да? Здесь дырочка побольше, тут чуть-чуть поменьше. Там уже золотая ложечка. Может быть, вы найдете серебряную ложечку. Там, я не знаю, может быть, что-то еще там. Что-то пробуете. Либо там можно подставлять игрушки. Там, а вот займка там тоже заболел. Вот он выпил из золотой ложечки. Ну, мол, давай ты тоже выпей. Там, кто быстрее из вас выздоровеет. Там, что-нибудь. Ну, что-то такое вот придумывайте. Также обязательно напишите мне в комментариях, каким вариантом пользуетесь вы. Может, у вас какой-то свой, особенный. Обязательно напишите. Также, почему вода? Можно компот, если, допустим, у вашего ребенка нет поноса или что-то. Мне кажется, вода это гораздо проще, потому что вода именно летом, в жару, вода спокойно стоит в бутылочке. А компот, он пару часиков, и он может протухнуть. То есть, будет обидно, вы тут пытаетесь ребенка вылечить, и тут он у вас, вы же не знаете, какая там вода. Вернее, компот, как он там, протухнет. Протухнет уже неизвестно. Вы напоили ребенка протухшим компотом, и ему становится опять плохо. То есть, вода, мне кажется, это самый оптимальный такой вариант, который всегда поможет. Вот, да, напишите обязательно в комментариях свои варианты, как вы, ребенка, во время температуры пытаетесь напоить. Может быть, у вас какие-то свои варианты, какие-то интересные очень. Обязательно пишите, мне будет интересно и приятно. Также буду смотреть этот ролик другие люди, и, конечно, им тоже будет интересно послушать другие варианты. Может быть, у вас нету столько бутылок. Здесь, допустим, вот вода Агуша, вот в этой, а здесь вот был какой, по-моему, аква или чего-то, короче, был какой-то компот, я помню, без сахара. Вот, вот эта бутылка прям очень классная. Мы ее берем и на улицу на прогулку, и дома, допустим, наливаю где-то половиночку, ставлю ее где-нибудь там в доступном месте ребенку. Он, допустим, захотел пить, то есть он не бежит на кухню, а там же в комнате, чтобы не тратить время, он попил, ее там закрыл, убрал, то есть поставил, да? То есть это прям вообще просто шикарная бутылка. Она мне прям вот эта бутылка очень-очень нравится. Вот. Ну и, конечно, там сделаны две ребенка, там она довольно вот она удобно. То есть она тоже идет там как сосочка. Да, вот тут, наверное, вам будет более видно. Как сосочка идет. И плюс большая дырочка. То есть вы будете 100% знать, что он один глоток точно сделал. Вот. На сегодня это все. Смотрите наши другие ролики, наши влоги, путешествия, занятия, как мы занимаемся с ребенком, обзоры на технику, на продукт, продукты из фикс-прайса, светофора, победы, живопись также, кулинария. Там много-много всего интересного мне в канале. Обязательно смотрите, обязательно подписывайтесь, с колокольчиком. У нас видео очень много, выходит тоже очень много. Вот. Также обязательно ставьте лайки. Лайки, лайки, лайки. Обязательно. Вот. Ну, если вам, конечно, понравилось, комментарий дам. И всем пока-пока. С вами был канал Artmania.